Морозы продолжают усиливаться в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют до минус 20 и более градусов. Между тем в МЧС предупреждают, несмотря на это, не стоит разгуливать по застывшим водоемам так же свободно, как и по городским тротуарам. Лед даже несмотря на такие холода не везде надежен. Нынешняя погода очень обманчива, отмечают в региональном управлении МЧС. Хотя уже не первый день в Тверской области стоят сильные морозы, до сих пор толщина льда может быть очень разной – от 40 до 10 сантиметров. В отдельных местах и того меньше. Поэтому несчастные случаи нет-нет да происходят, чему подтверждение недавние новогодние праздники. На Волге, деревне Городища, проваливались и снегоходы, и квадроциклы, и машины. То есть некоторые случаи, 4-5 случаев было. На реке Шоша, под всеми мостами, под трассой М11, который мост проходит, трасса М10, который старый мост, там вообще открытая вода. И так по всему региону. Причем на одном и том же водоеме, если возле берега лед может быть вполне крепким, то в другом месте, наоборот, вплоть до промоин. При этом в ГИМС отмечают, что есть целый ряд моментов, которые должны насторожить любители прогуляться или отдохнуть на льду. Например, это излученный рек. Кроме того, это располагающиеся на берегах рек предприятия, откуда могут идти сточные воды, а также мосты. Здесь, в центре Твери, спасатели тоже крайне не рекомендуют пересекать Волгу по льду. Тут целый ряд этих самых опасных факторов. Это мосты, стоки канализационных вод, ну и, конечно же, Тверца с ее Тверским Гальстримом. Теплым течением, которое идет с ТЭЦ-3. Безопасно выйти на лед жители Верхней Волжья смогут в ближайшее время только в Крещение, для окунания в Прору. И то только в тех местах, где ее оборудовали сотрудники МЧС. Подробнее об этом мы расскажем на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok